я всех приветствую категорически друзья и так парни и девушки сегодня есть для вас хорошая новость первое в этом видео у нас 4 выпуск назад прошлое то есть мы запустим очень требовательные супер старые супер хиты на ультра 8к и вторая новости значит видеокарту из этого видео я подарю своим подписчикам и это не просто там какой-то мусор типа 10 30 10 50 и нет это внимание и вот geforce rtx 3070 эти от компании полит и это видяха стоит сегодня внимание почти 130 тысяч рублей или 50000 гривен и чтобы принять участие в конкурсе вам не нужно создавать унылые аккаунты скажем в летишопс или рисовать не всякие картины нет все куда проще просто заполняйте табличку лайк под видео и подписка на канал короче все условия я расскажу уже в конце этого видео обязательно досмотрите его до конца уже сейчас можно подписаться на канал ведь почти в каждом своем будущем видео я буду делать крутые конкурсы то есть дарить подарки своим зрителям и причем подарки довольно ценные это компьютеры ноутбуки видеокарты и так далее в общем друзья мы начинаем что же перед вами новенькая видяха rtx 3070 а это уже не просто обычная мощная видеокарта для игр нет теперь это уже целый домашний медиа-центр для стримеров профессиональных геймеров и даже для тех кто работает с 3d моделированием фото-видео и так далее я думаю вы уже слышали множество раз от рассеровки лучей длсс поддержки nvidia reflex nvidia broadcast драйверах студия и все это имеется в понятное дело в этой rtx 3070 ti мы обязательно еще вернемся к этой видеокарте а сейчас немножко полезной информации от спонсоров видео и для тех своих подписчиков тоже будет довольно полезно ведь я придумал еще один небольшой подарочек это маленькие вакуумные наушники от компании скал кэнди под названием dm tvs эти наушники я тоже подарю вместе с этой видеокартой в этом видео и если кто не в курсе то скал кэнди это американский производитель оригинальных аудио устройств и сегодня наушники скал кэнди продаются по всему миру среди пользователей множество поклонников бренда в нашем случае модель даем имеет ряд интересных особенностей и среди них есть это удобная посадка фирменный звук supreme sound простые в использовании элементы управления и сами эти наушники хранятся в красивом дизайнерском кейсе и стоят они очень доступно примерно 2000 рублей в целом из ключевых особенностей я бы назвал именно маленький чехол в котором хранятся наушники его можно носить в очень маленьком кармане или просто зацепить на связку с очень маленькими ключами для этих целей в комплекте идет специальный шнурок ну и все это просто интересные особенности а самое важное иное это качество звучания автономность и микрофон и в данном случае даем обеспечивает 3,5 часа беспроводного прослушивания и два полных заряда то есть от данного кейса и это значит целые 12 часов автономной работы также в качестве микрофона можно использовать каждый наушник отдельно плюс к этому у нас имеется защита от воды по стандарту ipx4 и еще что немаловажно с этими наушниками можно регулировать громкость запускать и совершать звонки при помощи всего одной кнопки на каждом наушнике то есть если вы скажем слушаете музыку то можно использовать отдельно один наушник для музыки а второй скажем для приема звонков прослушивания новостей и так далее это очень удобно однозначно советую своим зрителям ссылочки смотрите в описании под этим видео но мы вернемся к теме нашего теперь видео итак перед нами друзья артеx 37 сетей от компании полит и по сути это постоянный гость моих видео я уже смог почти обо все линейки видеокарт фирмы полит и вот у меня в руках знакомая нам гейминг про и есть у нее два важных отличия от обычной 3070 во первых у нее выше частоты на видео ядре и видеопамяти что дает приличный буст к общей производительности и кстати тут применяется новая память стандарта gddr6x ну и самое важное что в этой видях и есть поддержка защиты от жадности майнера под названием low hash rate или сокращенно lhr в основном перед нами отличный продукт я уже снимал в прошлом обычный 3070 тоже гейминг про так что я знаю это видяхи будет ну низкая температура да и в работе она явно далеко не шумная самое важное что у нее есть поддержка трассировки лучей и deal ss есть также nvidia reflex эта фича убирает задержки в штанах ну и конечно про стримеров наших тут также не забыли сделав платформу broadcast одним словом перед нами эталонный продукт который подойдет не только для ультра настроек 4к но если вы скажем киберспортсмен стример или просто занимаетесь 3d моделированием то вам он тоже отлично подойдет в дело и так далее однако наш сегодня задача напомню это запустить относительно старые игры на ультра в безумных 8к хотя бы в 30 кадров в секунду и каждая из этих игр в прошлом ставила по сути на колени любой современный компьютер я не знаю помнят ли вообще зрители моего канала младше 15 лет хотя бы половину из тех проектов что я покажу в этом видео но например я лично прекрасно помню как вышла 3 час дум это было аж в 2004 если не ошибаюсь то есть ей уже внимание почти 18 лет и это было и вам признаюсь невероятное достижение выжать в думе на ультра в 30 фпс в разрешении 720 и потому что самые ходовые в то время видеокарты это были nvidia mx 440 без поддержки шейдеров а сейчас уже спустя 18 лет я снова запускают doom но уже 8к и это внимание в 16 раз больше чем full hd и в 45 раз больше чем 720 и как видим дом выдает у нас но почти везде больше 100 fps местами упирается в фреймрейт влог движка на 120 кадров но все равно doom 3 это было он прям революционная тема в мире игр это сложно объяснить но в третьей части впервые появились динамические тени бамп мэйпинг и в то время я ну честно не видел ничего более красивее и требовательнее к железу чем третья часть дума да это был по сути ну такой коридорный шутан далеко не самодинамично но это был такой стрёмный коридорник в плане сюжетной атмосферы и количество скримеров тут очень большое количество это вот сейчас во всякие думы тёрнула такая себе найти сказочная радужная вселенная и супер динамичное месиво но трушные фанаты серии помнят doom абсолютно иным и он не был таким знаете праздничным и веселым как в наше время самая лучшая часть серии doom я лично читаю третью часть и советую пройти ее тем у кого дома все еще есть слабый компьютер что ж друзья но мы продолжаем движемся далее теперь у нас по возрастающие чуть посвежее проект в этой пятерке то есть четверки и будет еще одна потрясающая вселенная под названием bioshock и это самая первая часть вышла на еще в 2007 то есть она чуть свежее чем третья часть doom и эта игра тоже очень сильно на меня произвела впечатление и так сильно что я прошел после этого все три части и даже ремастер первая часть bioshock я помню прекрасно она вышла еще на одном 9 стоила по моему в украине 30 гривен и она выходила против на одном диске да в том месте были диски но в общем то это была не самая требовательная тема к железу но сказать чтобы она прям у всех шла на ультра в 60 fps я тоже не помню таких компьютеров мне лично очень нравится в любой части bioshock именно ее сюжет это по сути целая история разбитая на три части и насколько я знаю судя по слухам то новая четвертая часть выйдет уже в 2022 и она будет уже полностью на пятом движке анрил и там вроде бы будет уже открытый мир это очень хочется в это верить хочется на это надеяться что будет продолжение но что касается первой части то у нас на ультра 8к в среднем от 80 до 120 fps однако я тестирую напомню не просто самый древний bioshock 15-летней давности а я запустил версию ремастера тут уже выше требования к железу ведь закинули сюда больше эффектов больше теней текстурки подправили ну короче стала на малость симпатичнее и на этом спасибо ну что ж окей едем далее теперь поднимаемся по дате выше перемещаемся на самую требовательную игру за последние 20 лет и это третья часть crisis я думаю что и сегодня на половине компьютеров подписчиков все еще не работает нормально третья части на ультра в 60 fps эта игра поистине опережает время не только своим визуальным рядом но и по требованию к железу и даже в 2023 то есть 9 лет назад она уничтожала просто в хлам абсолютно любые компьютеры и вот друзья сегодня уже ну скажем так в конце 2021 перед нами снова 3 crisis на максимальных настройках 8к и он снова ставит на колени даже мой компьютер с видеокартой за 130 тысяч рублей да я понимаю что будет тут хотя бы он скажем 4к мы вы получили 60 fps но это очень знаете ли эпично спустя 9 лет опять таки видеть на своем экране то что я видел 9 лет назад то есть в 2023 на своем показ gtx 450 снова у нас 25 fps но теперь эти 25 хотя бы идут на ультра 8к и даже местами есть некоторые поднятия до 35 кадров но эти поднятия только в закрытом помещении стоит выйти на открытую локацию с дождем и кучей эффекта сразу же идут просадки до 20 кадров и в целом вот есть его так подумать то мне кажется будь у видеокарты artex 37 сетей хотя бы 12 рам вместо 8 я думаю что 8 к текстуры поместились бы в этот объем и может быть ситуация бы стала чуть лучше однако nvidia решили вместо обычных 12 рам поставить очень быструю и далеко не дешевую память gddr6x и по сути это делает 37 сетей идеальной видях и для 2к или ультра широких мониторов и даже для 4к она тоже вполне сойдет но для 8к тут явно дело я думаю не достает видеопамяти поэтому имеем друзья то что имеешь окей ну что ж конце давайте прям очень сократим дистанцию чисто ради интереса запустим например gta 5 на ультра 8к причем возможно сейчас зрители скажут типа ну же то опять это уже не совсем старая тема и знаете нет я вас действительно удивлю но к это опять вышло внимание вместе с crisis 3 а именно 2013 то есть ей уже блин внимание почти 9 лет и что самое странное и все еще продолжает форсить rockstar и вроде бы она появится или уже появилась на пластейшем 5 мне кажется она и на пустышен 7 выйдет через 10 лет ну очень странно как бы там ни было то есть и в пятой части 8к видим почти 50 fps и среднем от 40 до 45 мне кажется это нормальные цифры опять таки будь тут 37 сетей вот в 12 рам я думаю получилось бы 60 кадров все же 8к это очень сложная задача это почти четыре раза по 4к так что 45 кадров тоже нормально я так думаю но а теперь друзья наконец-то конкурс и так я отдаю вам своим зрителям абсолютно новенькую артеx 37 сетей по сути я бы мог честно оставить себе эту видя хоть сделать с ней все что я захочу это моя вот как бы видеокарта и я решил таки в коем-то веке сделать крупный серьезный подгон своим подписчикам и подарить вам 37 сетей среди от моих именно еще раз повторюсь подписчиков и так чтобы получить такой приз вам нужно первое просто обязательно подписаться и быть подписчиком на моем канале это очень важно просто так кому-либо я не стану раздавать такие призы второе это поставить лайк под этим видео и заполнить маленькую простую форму в которой указать свое имя фамилию оставить ссылку на свой аккаунт в youtube чтобы я проверил что вы реально подписаны на мой канал и 3 написать свою почту в этой форме и ссылочку оставить в к или инсту чтоб я сумел с вами потом как-то связаться если вам скажем выпадет видеокарта именно вот вам то есть подписка на канал лайк под видео и заполните форму и на этом все мне кажется это очень просто и через три недели на своем втором канале пошелестим я в прямом эфире именно в прямом то есть на стриме выберу из этой таблицы одного победителя через рандомайзер и он получит новенькую 37 сетей за 130 тысяч рублей плюс к этому это еще не все чисто от себя я подарю наушнички с call candy второму победителю и также один смартфон xiaomi то есть пока за 17 тысяч рублей то есть будет всего три победителя общем то участвуйте все ссылочки я оставлю в описании под этим видео я желаю вам только удачи подписывайтесь на канал еще будет куча разных конкурсов следующих видео напишите в комментарии какие старые игры вам хотелось бы видеть еще 8к и на этом у меня друзья уже все всем еще раз я желаю удачи и до новых встреч пока пока